Тут конечно 6 мешков картошки не увезти, конечно ездила на машинках потише, ездишь как на троллейбусе, пытается ехать, но как будто ее что-то блокирует, вся машина была создана из каких-то других автомобилей, слава богу, что там есть стеклоподъемники, то есть уже хорошо, и кондиционер, плюс не было оцинковки кузова, не было даже элементарной грунтовки кузова, то есть просто краска была на металл, но все равно риски есть. Всем привет, друзья, меня зовут Анатолий, и я счастливый обладатель автомобиля Geely Colray синего цвета в комплектации Lux. Что я могу сказать вам? До этого я являлся обладателем Geely M-Grant EC7 2013 года, брал я его также в салоне у официального дилера, владел им до 2020 года, полное 7 лет, никаких нареканий не было, машинка приемистая, затрат практически никаких не было. Но пришло время поменять автомобиль, и мой выбор пал на эту машинку. С супругом мы изначально рассматривали вариант Geely Atlas, но после того, когда увидели, что данный автомобиль должен попасть на наш рынок российский, сразу же переключили внимание на него. Ну, что, естественно, нас заманило в первую очередь? Ну, конечно же, это его внешний вид. Как мы можем видеть, насыщенные яркие цвета, то есть, да, линейка цветов очень обширная на самом деле. Есть и темные, и светлые, и яркие, и вот уже есть, я видел уже и в розовом цветок катается, Coolray. Это агрессивный молодежный внешний вид. На самом деле подойдет, ну, я так считаю, что это будет, автомобиль может подойти владельцам от 20 и выше, ну, наверное, до 45 лет такой диапазон, потому что люди чуть постарше уже, конечно, берут Geely Atlas, но тоже на это обращаю внимание. Машинка приемлемая, шустрая, быстрая, дорогу, на дороге себя чувствует комфортно, легко, в управлении идеально, ну, по крайней мере, опять же, это беру в сравнении с имграндом. До этого у меня также были и Форды, и Шкоды, разные автомобили. Вот. Кстати, я был персональным водителем, работал на машинах бизнес-класса, то есть и BMW, и Mercedes, но на самом деле, могу сказать, ничем не уступает по салону. Что-то даже есть от BMW, там какие-то черты в салоне прослеживаются. Да, давайте перейдем к багажнику. В принципе, у меня здесь такого беспорядка нет. Багажник, если я не ошибаюсь, официалы заявляют 300, там 320, там 360 литров, если я не ошибаюсь. Но по факту, что-то с ребятами тут замеряли, там около 260-270 литров здесь есть. Ну, полноценно влезает, я могу вам сказать, три чемодана, четыре баллона. То есть, убирается эта верхняя накладочка, она легко снимается. Здесь он на веревочках. Четыре баллона? Да, четыре баллона. Ну, я имею в виду, вот, три баллона встают так, четвертый сверху, все. Какого радиуса? Восемнадцатый радиус. Кстати, как раз сегодня поеду забирать. Четыре баллона помещается, помещается два больших чемодана друг на друга и третий боком. То есть, в принципе, тут, конечно, шесть мешков картошки не увезти, но для таких путешествий на небольшие расстояния, на короткие, вполне. Ну, и также доехать до аэропорта, я думаю, если там отвезти какие-то чемоданчики. Также, что там у нас. Внутри у нас в багажнике имеется запаска. Она у нас, к сожалению, неполноценная, да, только докатка. Но, в принципе, до шиномонтажки доехать хватит. Кстати, есть еще приятный элемент. Здесь такая шумовиброизоляция. То есть, на многих машинах это отсутствует. Плюс, также, арочки у нас там тоже, ну, укреплены шумкой. И вот эти у нас падения камней, ну, или еще чего-то. Ну, конечно, ездил на машинках потише, но, на самом деле, очень достойно. Шумоизоляция достойна. Я смотрел этот автомобиль, один из обзоров, где его разбирали полностью. То есть, и показывали, с чего он там начинен и так далее. То есть, да, вот кроме вот этих арок и багажника, в принципе, шумоизоляция там больше ничем не подкрепляется. То есть, остальное у нас все пустое. Ну, цена вопроса 20-30 тысяч рублей. И, пожалуйста, можно ездить. Как на лексусе. Сколько комплектация стоила? Данный автомобиль обошелся мне в миллион двести пятьдесят пять тысяч. Вот в этой комплектации. То есть, вот все, что здесь имеется. Миллион двести пять. По сути, за эти деньги нового ничего нет? Нового вообще ничего нет за такие деньги. Ну, только если, не знаю, там, пустышки какие-нибудь. Шкоды те же самые. Ну, я сомневаюсь, что даже Шкода в пустой, вообще, в минималке. Это было полный, там, передний привод. Для меня это не критично. Да, кстати, данные автомобили, они у нас в России выпускаются только на переднем приводе. Но уже есть его, так скажем, старшие собратья, сородичи, уже вторые рестайлинги пошли на полном приводе. Но они еще пока что только в Китае, до российского рынка. Даже до белорусского они еще не дошли. Ну, с учетом того, что они выпускаются в Белоруссии. Мне это было не критично, потому что я передвигаюсь по городу, живу я в Зеленограде, то есть район Москвы. Здесь у нас, в принципе, дороги постоянно чистятся. Проблем с этим нет. Ну, иногда выезжая на дачу, ну, то же самое. То есть, это все рядышком, у нас там дороги все чистятся, проблем нет. Конечно, уже для деревень, ну, конечно, полный привод будет поинтереснее. Но, опять же, хочу заметить, что здесь достаточно высокий клиренс. Официалами заявлено 196 сантиметров. Ну, так же замерял, там, 190, то есть 19 сантиметров полноценные свои есть. То есть, так скажем, ближе к, ну, такой уже кроссовер городской, но при этом все равно это хэтчбэк, такой завышенный хэтчбэк идет. Есть один нюанс, тоже на что обращу внимание, это бензобак, он низкопассажен, находится прям сразу под запаской, он пластиковый. Ну, рекомендую, конечно, установить защиту на него. Так же это можно все приобрести у официального дилера. Вот, ну, если ездить, опять же, аккуратно по городу, ну, думаю, в принципе, необходимости не будет. Он сделан из плотного пластика, но все равно риски есть. Мой рост 1,82 м. Сиденье я поставил, то есть, как бы, по арке, чтобы сразу, как бы, все видели, да, вот такое расстояние, но сантиметров 10 у меня еще здесь есть. Это с учетом того, что сиденье заднее немножко откинуто назад. Также у нас здесь имеется подогрев задних сидений, есть USB-зарядка, ну, это так, это подлокотник у нас имеется с подстаканниками. В них, вон, есть такие резиночки, которые достаются, можно все это протереть, помыть, убрать. Детское кресло помещается, сделал, потому что у нас здесь тканевый салон в этой комплектации. Такую небольшую накладочку стоит 150 рублей в любом, не знаю, на любой заправке, чтобы ребенок не пачкал ногами. Что тут еще у нас есть подлокотники, ой, подлокотники эти, подголовники, которые регулируются по высоте. Крыша достаточно, вот здесь такие небольшие проемы, вот я в кепке сижу, да, то есть вот могу снять. То есть тоже такие небольшие проемы сделаны здесь, вот в данной части углубления для того, чтобы головой там не бился на кочках и так далее. В связи с тем, что здесь панорамная крыша, то есть все это убирается вовнутрь, здесь для этого сделана небольшая выемка. Свет достаточно яркий, на самом деле, но ночью, днем здесь, это не увидеть. Ручки, крючки здесь есть, помимо того, что они на ручках, здесь идут крючки, еще дополнительно здесь у нас спереди, тоже приятная такая функция. В принципе, кармашки полноценные, в том сидении тоже аналогично. Очень все приятно, достойно. Пересядем за руку? Да, давайте пересядем. А, еще же у нас стеклоподъемники сзади, которые полностью доводчики автоматически. Пересели за руль, заводится она у нас с кнопочки, у нас тут бесключевой доступ имеется. Что у нас впереди? Что нравится, что не нравится? Так, ну, конечно же, нравится вообще вся эта картинка, то есть чувствуешь себя сразу же в каком-то космическом шаттле, то есть вот этот экран заманчивый. Экран, кстати, несъемный, многие тоже почему-то у меня спрашивают, то есть снимается, он достается, да, наверное, это... Да, было бы, наверное, на самом деле, как идея очень интересная, да, если бы он снимался бы как планшет, то есть можно было и как ключ его воспользовать. Нет, он не снимается, прикреплен намертво. Здесь три кнопочки, дам включить, громкость, также все это, естественно, с руля дублируется. Ну, еще раз говорю, я даже в настоящий момент сижу, то есть у меня еще кресло есть, куда покататься назад-вперед, она регулируется также по высоте, руль у нас регулируется в низких плоскостях, я себя здесь чувствую абсолютно комфортно, то есть за место мне достаточно. Ну, что руки уже от руля нормально достают. Руки достают отлично. Сгибания? Нет, ничего такого нет, то есть игра, опять же, можно все это отрегулировать, кому как удобно. Руль, рулевая колонка, она выезжает вперед-назад, вверх-вниз, то есть как бы это все, все легко, все просто, все это регулируется. Подлокотничек катается, да, открывается, здесь достаточно глубокий багаж, здесь есть выемки для телефонов, такие, в принципе, многие даже не обращают на них внимания изначально, ну, кто не знает, здесь есть у нас для телефончиков, эта штучка достается, если кто-то хочет стоять большие бутылки, также они регулируемы по объему бутылок, здесь разъем для карточек, здесь разъем для телефона. В этой комплектации у нас отсутствует круговой видеообзор, там, да, то есть у нас получается, имеется только камера, которая работает в правом зеркале, она у нас, ну, и на заднюю скорость, когда включаем, то есть когда назад мы трогаемся. Да, да, для парковки, ну, естественно, задние партроники, ну, на самом деле, езжу по зеркалам, зеркала очень широкие, видно, ну, обзор очень хороший, не знаю, мне очень здесь комфортно, на самом деле, рекомендую. Дефлекторы такие, очень приятные, на самом деле, сделаны таким необычным образом. Кстати, очень долго искал, как они вообще закрываются, просто кто не знает, они вот доводятся в одну из, ну, влево, либо вправо, и все, вот они полностью перекрываются в одну из сторон, то есть она как заглушилась, так они открываются. Здесь тоже такие достаточно большие дефлекторы, обдув, хорошая печка здесь, то, что надо, там, на 22, здесь уже можно все спокойно раздеваться, и уже, кажется, ощущается, как будто все 25 градусов. А сзади как? Сзади, честно, ввожу двух с половин годовалого ребенка, она никогда не, ну, дочь у меня никогда она не жаловалась, ну, так вот, прям вот объективно, ну, вернее, чтобы субъективное мнение спросить, чего-то взрослых не возил, не знаю, не могу сказать. Вот, ну, я думаю, в салоне он полностью нагревается, то есть, как бы, да, здесь есть внутренняя циркуляция воздуха, то есть, как бы, температура доводится, ну, как надо. Очень, конечно, классная вот эта штучка в плане панорамной крыши, романтикам, любителям посмотреть на звезды, ну, и вообще, кто хочет себя почувствовать, как бы, не под давлением, не под колпаком, так скажем, а немножко, чтобы пошире твой обзор увеличился, рекомендую ездить с открытой крыши, мне, на самом деле, доставляет приятное удовольствие. Ну, естественно, есть люк, сейчас дождь идет, не хочу открывать, чтобы... Чего бы добавили бы сюда? Чего не хватает? Чего не хватает? Чего не хватает? Чего не хватает? Честно. Ну, а, вот, на самом деле, они сделали такое решение, как у Volvo, я так понял, то есть, это кармашек здесь, да, вот, и имеется внутри, под этой, под центральной консолью, вот этот кармашек я, наверное, все-таки бы, ну, не стал бы упрятать туда-вовнутрь, вот, ну, с этой панелью как-то поработал бы, то есть, наоборот, как бы, сделал дополнительные, ну, отсеки, то есть, уже непосредственно сверху, чтобы доступ был сверху, потому что снизу это, ну, действительно, неудобно. Добавил бы в эту комплектацию обязательно, ну, вот, опять же, я ездил до этого на М-Гранде, у меня был электропривод сидений везде, ну, по крайней мере, передние, поэтому я бы себе добавил бы хотя бы водительское электропривод сидений, но в люксовой комплектации, я думаю, это не так, прям, проблематично и критично устанавливать, потому что они идут только уже на комплектации flagship и flagship sport электропривод сидений. Ну, складные зеркала можно добавить, конечно, при закрытии автомобиля, когда автомобиль, если у нас окна открыты, там, да, люк или еще что-то, то есть, при закрытии автомобиля все автоматически закрывается в этой комплектации, в люкс, ну, естественно, в остальных аналогично, но вот можно было бы еще добавить, чтобы зеркала складывались. так в принципе говорю панель очень достойное место предостаточно это ручка при поворотах кстати думал вообще не буду ей пользоваться нет очень так периодически хватает практик практично нет меня в принципе робот не отпугнул по одной простой причине что я еще раз говорю я являлся владельцем уже джиль автомобиля джили в этом стоял вариатор то есть также когда его рассматривал изначально ездил на автоматах да как бы вариаторами как-то что-то казалось нечто нереальное нет просто как бы ездишь как на троллейбусе здесь роботу ну там два сцепления она как будто не знаю я думаю здесь проблем не должно быть с коробкой опять же с учет того что это разработка этот автомобиль разрабатывал совместно с вольво я думаю там ребята подумали просто я уже в данном случае как бы непосредственно рассчитываю на сам автомобиль джили на саму марку джили поэтому я им полностью доверяю и коробки также ну плюс меня машина вся на гарантии поэтому тоже особо не заморачиваясь на самом деле поэтому по мотору по на первой на первой скорости бывает но это опять же все зависит от нажатия педали то есть если прям резко сразу педаль мы нажимаем газа на первой скорости бывает он как бы ну там доли секунду он думает если же нажимать все это плавненько то есть переключение идет вообще стабильная плавно без каких-либо проблем в связке они работают замечательно друг друга понимает если вот ездить в комфорт режиме ну в принципе я езжу чаще всего в комфорт режиме машина как будто пытается тебе сказать что нажми и на газ не бойся дружище то есть я поеду еще быстрее и вот этого парня мы обгоним вообще вот так спокойно то есть в эконом режиме конечно уже она чувствуется что ты машина пытается ехать но ей как будто и что-то блокирует уже не так это все гладко и плавно спорт режим сколько раз я не пытался стартануть я все время почему-то стартует пробуксовка если кто-то умеет делать это иначе подскажите пожалуйста как она все время стартует именно с пробуксовкой даже с мотоциклистами пробовали стартовали вместе кстати мотоцикл делал не знаю у меня тут 3 3 3 цилиндр и двигатель стоит до 15 они кстати в любой комплектации и ком от комфорта до флаг шик спорта стоит один и тот же двигатель друзья поэтому не нужно не там переплачивать там слушать каких-то там продавцов которые там кричат что там движки здесь лучше или еще что то они везде одинаковые и коробка и двигатель то есть это трехцилиндр и двигатель 1 и 5 150 лошадей турбированный до белорусы говорят что там 177 лошадок у них есть и они у них там катаются якобы у нас здесь по документам провели как 150 лошадей но для того чтобы перегнать в россии чтобы налог меньше платить но на самом деле там 177 лошадей но не знаю по 177 но 150 своя на точно выдает как-то ездили мы тут мерседес и 200 и вставали вместе ну на корпус спокойно она прям делает его смело хотя разгон у них одинаковый заявлен 8 и 4 секунды до 100 километров они абсолютно одинаково разгоняется с мерседесом но потом в процессе как бы она начинает его просто обгонять ну я на самом деле рассчитывал и на долгий срок это где-то наверное ну до 10 лет потом дальнейшем буду менять также на джили но на данный момент я ее приобрет приобретала 7 сентября да у нас сейчас конец октября двадцатые числа сейчас 4439 километров то есть до первого твой шуми 6000 конечно хотелось бы перед зимой все это сделать не значит посмотрю да и принципе вот за месяц уже там сколько полтора месяца я уже он 444 скатаюсь только по городу то есть думаю да ну обычными там 35 точно выходит ну так я думаю под полтинник еще конечно накатывал ну думаю может и выйти просто стали ездить чаще также им управляет еще супруга уже не очень нравится тоже если было бы два миллиона двести чтобы купили бы два двести два двести ну не знаю можно было бы посмотреть сейчас просто машин машину очень выросли в цене ну ки какие то верным там спорт и же может раф 4 вот что не такой toyota там что-то такое но это опять же еще раз говорю я ездил перед покупкой этого автомобиля смотрел те машины ты садишься здесь в них нет ничего вообще то есть слава богу что там есть стеклоподъемники то есть уже хорошо и кондиционер такого здесь ничего не увидеть там прототип на конь там магнитола котором сенсор на все там пальчиками те красиво переключается не знаю там вот хочешь здесь кондиционер выведен на нижнюю консоль на верхнюю подогрев руля подогрев форсунок подогрев зоны стеклоочиститель то есть это как бы тоже такие приятные функции на самом деле сиденье естественно подогревается все есть возможность подключения телефона вы вывода его на экран то есть там кому-то нужен навигатор но уже естественно в комплектации там flagship flagship спорт это такая функция есть то есть на не прошивает их в данные комплектации такой функции нет у нас нет абсолютно не стоит еще раз говорю у меня вот родители взяли также джили атлас тоже максимальной комплектации вот уже ездит какой с февраля месяц получается двадцатого года ну то есть никаких проблем никаких нареканий вообще нет то есть предыдущие джили вот опять же у которых у меня был м гранд это была российская сборка карачаева черкесии да там там вся машина была создана из каких-то других автомобилей там движок от тойоты там стоял там оптика французская коробка бельгийская салон салон американский то есть по сути ничего своего не было никаких там свои какие-то новшеств там ничего в машине не был плюс не было оцинковки кузова не было даже элементарной грунтовки кузова то есть просто краска была на металл нанесена любой камушек любой скол и мне вот очень сильно это ко мне было белый автомобиль был метр очень сильно на самом деле напрягала то что любой камушками сразу машина начинает свести в данном уже случае когда уже едет белорусская сборка то есть там чуть ли не каждый болтик там пронумерован как великую отечественную войну там какой цех и там какой человек это эту детальку там закрутил произвел конечно когда полностью оцинкован кузов там да там есть там куда как доп опцию там делает антикором себя покрывает там еще снизу то есть ты понимаешь что здесь как как минимум кузов вечно да конечно еще пока неизвестно что там с двигателем потому что это говорю все таки хоть и volvo там да но он трехцилиндровый то есть естественно гораздо быстрее все это будет идти износ этого двигателя потому что всего лишь три цилиндра они быстро будут все это работать быстро все это будет стираться так скажем но я все равно рассчитываю что там люди подошли с умом с головой раз они смогли сделать и такой ну как бы и внешний и внутренний качественный автомобиль я считаю вот так